В 1961 году на большие экраны вышел фильм «Человек-амфибия», который в один миг превратил молодого актера Владимира Коренева в секс-символ. Ежедневно мужчине приходили десятки писем от поклонниц, но он даже не читал их. По словам артиста, в его жизни место нашлось лишь для двух женщин, для жены Алифтины и дочери Ирины. Супруги женаты уже больше 55 лет, но до сих пор не растеряли нежные чувства друг к другу. Однако в отношениях Кореневых далеко не всегда все было идеально. Так, Алифтина Константиновна вспоминала, как предотвратила Адюльтер на съемках все той же ленты «Человек-амфибия» я тогда встретила в Москве актера, коллегу Володи по съемкам. Он у меня спросил, почему я не еду в Баку, ведь у мужа там наклевывается роман. Разумеется, я купила первые попавшиеся билеты и приехала к нему. Он тогда очень обиделся на мою ревность, несколько дней со мной не разговаривал. А потом я прихожу на съемки, а Настя Вертинская ходит в моих солнцезащитных очках. Конечно, я закатила скандал, вспомнила Коренева. Супруги познакомились во время обучения в институте фото. Кадры с программы «Будущие супруги» познакомились, когда Владимиру Борисовичу было 17 лет. Он уже тогда пользовался невероятной популярностью у противоположного пола. Но молодой секс-символ обратил внимание именно на Алифтину Константиновну. Главным событием в их совместной жизни стало появление дочери Ирины. Я всегда считал, что дети самое важное в жизни. Когда люди говорят, что для них главнее театра ничего нет, я им сочувствую. Значит, они лишены очень многого. Не имеют искренней любви, поведал Коренев. Актер старается проводить все свободное время с семьей фото. Кадры с программой «Ище одной радостью для супругов» стало появление внука Егора. Владимир Борисович и Алифтина Константиновна посвятили много лет воспитанию мальчика. По словам супружеской пары, именно они ухаживали за ребенком с первых дней его жизни. Ведь мать малыша проводила все время на репетициях. Егор вырос, женился, и мы по нему безумно скучаем. Нет, мы очень рады, что ему попалась такая хорошая девушка. Однако я ощущаю, что из моей жизни исчезла какая-то очень важная часть. Я ведь следила за Егором каждый день, играла с ним, а теперь он переехал. Рассказала Коренева, сейчас супруги до сих пор играют в театре. Иногда им даже удается поработать вместе над одним спектаклем. Однако в кино и сериалах Владимир Коренев снимается очень редко. Последний проект с его участием вышел на экраны в 2015 году. По словам мужчины, ему всегда хотелось исполнять характерные роли, а яркие амплуа ему предлагают нечасто. Клэс Поуст 661 682 подписчика.